Скидки в World of Tanks Bleed Скидки в World of Tanks Bleed Первым у нас будет Черчилль МК-6 за 1750 золота Немного, но это 6 уровень Это один из самых живучих танков на своем уровне По совокупности брони и ХП А когда у тебя есть ХП, броня и еще ДПМ в 2000 Можно делать довольно больно Конечно при этом должны быть минусы И это динамика 20 км в час, это очень медленно Поэтому я не брал бы его себе Потому что у меня не такие крепкие нервы Еще не самые лучшие УВНы Если вы любите медленно ехать размеренно Убивать танчики, этот выбор для вас Переходим к седьмому уровню И тут у нас Т28HTC за 3250 золота Я бы не купил его, будь он по цене Черчилля МК-6 Потому что я не люблю этот танк Он очень медленно поворачивает как трамвай И пробивается в башенке по бокам Да и не только по бокам Из плюсов, ну, ХП в 1200 Для ПТ седьмого уровня это неплохо И еще углы горизонтальной наводки Все! Я не знаю, что еще сказать про этот танк Если вы другого мнения, напишите в комментарии Мне очень сильно интересно Прям реально интересно ИС-2945 года За те же 3250 золота Эта покупка уже лучше Но если честно, у меня тоже горит от этого танка Но только по причине деструкторности И вообще у этого танка нет ничего выдающегося Как по мне Он очень усреднен среди седьмого уровня Тут только Альфа в 400 как-то выделяет его Потому что на седьмом уровне это уже много Все, я не знаю Броню у этого танка мало Хотя бывает, что он танкует по несколько непробитий Это советская магия, это нормально Давайте же перейдем к восьмому уровню Потому что нас тут ждут аж 4 танка И все по 5000 золота Это очень приятная цена за танки Которую нельзя просто так купить в магазине А начнем мы с 195Е2 Я понимаю, что вам сразу бросается в глаза Огроменная башенька сверху над башней Ее апали, переапали Но вроде как пробивается все равно Хотя уже реже Если посмотреть на модель этого танка Видно, что в нем самое бронированное Шутки шутками А этот Франкенштейн Блин, Франкенштейн точнее Один из самых ДПМных СТ восьмого уровня 2460 урона в минуту Может выдать этот парень Но с пробитием базовым снарядом в 180 мм Это печально И скорость для СТ у него какая-то не очень 48 км в час Это неплохо Но у многих лучше Танк, кстати, апали в этом обновлении Как я говорил, залатали башеньку И уменьшили сведение до 3,9 секунд Если вы не боитесь получать в башеньку И умеете выцеливать в язвимые места Это будет неплохим вариантом для покупки Т-54 образец 1 Ууу, это когда-то был моим любимым танком для фарма Не скажу, что я сейчас его не люблю Просто я не фармлю сейчас И вот я понимаю, что у него ДПМ плохой 2100 Пробитие еще хуже 175 У ВНов нет Максималка 44 км в час Но он мне все равно нравится Я ему прощаю все из-за лобовой брони Не скажу, что он все танкует Но достаточно, чтобы это перекрывало его минусы Я не знаю, это какая-то слепая любовь к танку Который, ну, ну, не очень Честно Будь у меня новый аккаунт Я выбирал бы танк для фарма Я бы взял его сейчас по скидке Не могу его советовать вам Потому что это возможно только у меня такие закидоны А вам он не зайдет Даже, скорее всего, он вам не зайдет Так что лучше подумайте перед покупкой Чифтейн Т95 Танк, который также аппали в 6.5 Аппали очень много вещей Бронирование, пробиваемость на разных снарядах Разброс Что в итоге получилось? ТТ с замашками СТ Все Так я могу его охарактеризовать Довольно динамичный танк С хорошим орудием И отличным сведением в 1 секунду 72 миллисекунды Вау Подводит только пробитие в 225 миллиметров Но с этим жить можно Это не мало Но для ТТ такое себе А вот эта башенька сверху Это, конечно, самый сильный Косяк Самый сильный косяк этого танка Для меня это самый большой минус в нем А вообще, танк реально неплох И последний танк ВЗ-111 ТТ Китая Для меня этот танк Наименее привлекателен для покупки Среди 8 уровней на скидках Это тяжелый танк с деструктором Слабым пробитием в 215 миллиметров Со средним ДПМом 1500 хп У этого танка нет явных плюсов Разве что неплохое бронирование Особенно башни На этом все Если есть владельцы этого танка И он вам нравится Напишите в комментариях Почему? Я не понимаю Ну, танки вроде бы закончились Я высказал свое мнение об этих танках Не знаю, поможет ли вам это видео или нет Я надеюсь, что да А вы пишите свое мнение в комментариях Прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео И пакедова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok